Готовить школы к новому учебному году начинают практически сразу же, как только прозвенит последний звонок. Александр Кузнецов отметил, что требования по пожарной безопасности становятся все строже. В рамках новых требований, в особенности по противопожарной безопасности, предъявляются по многим учебным учреждениям по всей стране претензии о том, что присутствуют так называемые горючие материалы в местах массового прохода детей, в местах массового пребывания. И вот в рамках тех предписаний, которые были выписаны нашим школам, был проведен огромный объем работ по демонтажу данного материала. И, соответственно, после того, как его демонтировали, нужно было провести стены, кабинеты или какие-то коридоры в надлежащее состояние. Поэтому основной упор был сделан на модернизацию систем противопожарной безопасности и проведение ремонтно-строительных работ. Крупные вложения потребовались на капитальный ремонт кровли восьмой школы. Другим учебным заведениям досталось чуть меньше, однако сумма, в общем, набегает немалая. По восьмой школе больше трех миллионов, наверное, больше полумиллиона в третью школу, ну и порядка миллиона для остальных. То есть сумма всегда значительная, она озвучивается на совете. Вот здесь включаются и детские сады, и, опять же, спортивные какие-то учреждения. На сегодня контролирующие организации дали положительное заключение, все школы распахнули двери для учеников. Хочется выразить благодарность учительским коллективам, родительской общественности, спонсорам, которые также помогли привести в хорошее состояние наши школы. Ну и вот сообща, все это было сделано. Деятельность органов местного самоуправления оценивается по нескольким показателям. Нужно отметить, уже не раз город выигрывал областные гранты. По итогам прошедшего года снова посчастливилось вытянуть золотую рыбку. Наибольшие показатели улучшились в сфере образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. И, как мы уже говорили на прошлых пресс-конференциях, довольно-таки значительные инвестиции администрация города Уварова привлекает в различные сферы. Жилищное строительство индивидуальное у нас, в общем-то, хорошо подтянулось. Вот по результатам всех этих показателей мы вышли на второе место. В прошлом году гранты, которые получали те или иные муниципалитеты, были довольно-таки значительными. За первое место там выделялось 3 миллиона, в связи с тем, что сложилась довольно-таки сложная ситуация в экономическом плане. И, значит, в социальном плане нужно было средства направлять на помощь тем людям, которые пострадали от пожаров. В этом году первое место было 800 тысяч, второе место 500 тысяч. Средства были направлены на ремонт третьей школы и на проведение пусконаладочных работ на станции безжелезования. Гости из других городов подмечают, в Уварове появились дороги. В основном пока на центральных трассах. Несмотря на трудности в стране, на отдельных улицах и небольших участках в Уварове дорожное полотно все же обновится. По ряду проектов у нас было заложено восстановление дорожного покрытия, как, например, строительство водовода на второй микрорайон. Вот в рамках этого проекта более трех миллионов рублей выделено на восстановление дорожного покрытия по части улицы Котовского, Осипова, Луговая. Значит, по Котовскому уже там отцепается, щебенка все доводится до конца. Со Сбербанком был решен вопрос по поводу привлечения их собственных средств для восстановления дороги от шоссейной по улице Октябрьской. Там порядка 900 тысяч рублей. И вот после реализации проекта по строительству автостанции с управлением автодорожного строительства в области решается вопрос по выделению полутора миллионов рублей на переулок Базарная, часть улицы Базарная, то есть на подъездные дороги к автостанции. Ну и кроме того, в рамках работы управляющих компаний с жителями, порядка вот у шести домов, наверное, у шести домов было полностью заменено дорожное покрытие, ну скажем, возле домов. В любом случае это наша магистрали, пусть внутриквартальные, но тем не менее люди по ним ходят и машины ездят. Журналистов волнует, что же будет созданием бывшего ЦОМа. Специалисты администрации города нашли и ему свое применение. В середине сентября там откроется швейный цех. Порядка 20 человек будет работать на первоначальном этапе. Проблема в том, что на сегодняшний момент набрано всего 5 человек. То есть люди приходят, они совершенно не готовы переобучаться, не хотят. И вот проблема именно в наборе населения. В этом году порядка двух тысяч детей отдохнули в пришкольных и детских оздоровительных лагерях. Однако, по мнению главы города, новая система приобретения путевок в последние имеет свои недочеты. Наряду с положительным фактором, когда мы достигли больше 60% охвата детей, именно разных детей. Вот раньше один ребенок мог отдыхать три смены. Он попадал в общую статистику, ну и там могло получиться 80-90%. Вот здесь стоит отметить, что 60 с лишним процентов это именно единичные дети. То есть каждый отдельный ребенок, он разный. Если говорить о приобретении путевок, это отмечено не только на территории нашей области, то вот мы выиграли 50%. Мы выиграли конкурс в пионерский лагерь «Кристалл» и порядка 225-ок было реализовано по следующей схеме. То есть приходит родитель, он сдает документы, ему оплачивается, он добавляет тысячу или две. То есть оставшиеся распределялись совершенно по другой схеме. То есть ты должен был заплатить 9780 рублей, у тебя ребенок должен обязательно отдохнуть 21 день, потом ты берешь талон, отдаешь его и по истечении 10 дней тебе возвращается компенсация. Но стоит заметить, что такую сумму сразу взять и выложить из семейного бюджета не каждый может. И в связи с этим вот из 225 тех путевок, которые реализовывались по данному варианту, около 60 всего было реализовано. Решение вопроса лежит в компетенции области. Готовься они летом. Даже в самую жару в городе продолжался капитальный ремонт и подготовка к новому отопительному сезону. По кровле у нас почти 5000 квадратных метров на сегодняшний момент заменено. Трубопроводов различных, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения будет заменено больше 2000 метров. Установка дверей, металлических дверей, ремонт балконов. Но в рамках капитального ремонта домов вы знаете, что более 6,3 миллионов рублей было выделено. 8 домов участвовали в этой программе. Как раз там кровлей в основном упор сделали. И один дом, молодежный 14. Это полностью замена системы электроснабжения. Помимо того, как и в прошлом году, проводились гидравлические испытания систем водоснабжения, которые помогут в дальнейшем избежать порывов. Глава верит, город к зиме будет готов, жителям мерзнуть не придется. Говоря о социально значимых объектах в Уварове, в скором времени будут открыты спортивная школа, сердечно-сосудистый центр на базе центральной районной больницы и новая автостанция. Еще долго в неформальной обстановке, после конференции, журналисты разговаривали с главой города. Ведь каждой стороне небезразлично то, чем дышит город. Светлана Даровских, Вадим Полосмин, Варвара Павлова. Наш город.